Если смотреть на советские переписи населения, то наибольшее количество украинцев в Казахстане было зафиксировано в 1970 году. На тот момент их было примерно 930 тысяч. В дальнейшем их численность немного снизилась, но не критично, и незадолго до распада Советского Союза в данной Союзной Республике насчитали 896 тысяч украинцев. Наверное, это даже не было связано с естественной мобильностью населения, которая, надо сказать, в советские годы была довольно высока. Скорее, просто обычная ассимиляция и взаимопроникновение народов. В российских южных регионах по сей день местные жители толком не знают, кому именно себя относить. У них достаточно и русской, и украинской крови. Так или иначе, это был один из крупнейших народов страны, четвёртый после самих казахов, русских, а также немцев, но с ними ничего удивительного, их просто в 1941-м посадили на поезда и увезли. Но почему же в далёком Казахстане было так много украинцев? И сколько их осталось сейчас? Уверяю вас, что осталось довольно много. Ваккурат перед распадом Советского Союза на территории Казахстана проживало чуть менее 900 тысяч украинцев, а в настоящее время их число составляет что-то около 300 тысяч человек. То есть их стало меньше в 1,6 раза. Для сравнения, после того, как страны Советов не стало, численность русских упала в 1,7 раз. Ну, поскольку 90-е давно закончились, и с уровнем жизни тут всё, более-менее, в порядке, смысла в массовом порядке покидать Казахстан не было и нет. Тем более, что национальных проблем тут особо не наблюдается. Поэтому те из местных славян, кто хотел уехать, они уехали, причём давно. В настоящее время серьёзного оттока жителей из этой страны нет. Поэтому неравномерное снижение количества русских и украинцев скорее связано с высокими темпами ассимиляции. То есть, когда была одна большая страна, были русские, белорусы, казахи, украинцы. Люди не забывали своих корней, независимо от места, где они жили. А когда большого красного пятна на карте не стало, люди стали сбиваться в кучки. И казахстанские русскоязычные в условиях, когда повысилось национальное самосознание у самих казахов, тоже вполне предсказуемо сплотились. Неудивительно, что чисто статистически украинцев стало меньше. Физически эти люди никуда не делись, просто стали считать себя русскими. Теперь давайте ответим, как именно их предки попали в Казахстан, да ещё в таком большом количестве. Россия присоединила часть Украины в середине 17 века. После этого она стала не одной из сильных восточноевропейских держав, а доминирующей региональной державой. В середине следующего столетия она добилась статуса сильной империи, одной из наиболее могущественных во всей Европе. После этого был присоединён ещё внушительный кусочек Малой Руси, хотя пока и не вся. Через некоторое время после этого наша страна оказалась в узком кругу из два-трёх мировых держав, которые влияли на происходящее по всему глобусу. Наиболее явным свидетельством этого была победа над революционной Францией в 1812-1814 годах. В это время впервые за долгие столетия была обеспечена безопасность наших границ. Были сильно уменьшены, а затем практически прекратились набеги кочевников. Наша северная держава получила возможность переселять своё население на юг. Были освоены нынешняя южная часть Украины, а также Кавказ. Но походной земли для крестьянства всё равно не хватало. Именно тогда были построены железные дороги, чтобы перебросить в азиатскую часть империи жителей украинских и центральных губерний. А до них туда отправляли морем и даже сухопутным путём. Это было тяжело и не всегда кончалось успешно. Но на Дальнем Востоке украинцы долгое время даже составляли большинство. В Средней Азии большинства у них не было, но этот народ всё равно составил очень внушительную общину. Их численность нередко была даже более высока, чем у некоторых местных этносов. Поскольку жили там простые крестьяне, вплоть до советских времён рост населения был очень велик. Так украинцев стало ещё больше. А в сталинские и более поздние времена ещё большее число жителей европейской части страны отправились в Азию, чтобы осваивать этот богатый край и развивать образование и социальную сферу. Среди наиболее известных среднеазиатских украинцев можно назвать братьев Кличко. Их отец служил в советской армии, поэтому старший из них родился в Киргизии, а младший – в Казахстане. Владимиру как-то раз даже пришлось защищать свою малую родину. Когда британский комик Саша Барон Коэн выпустил свой известный фильм «Барат», где показали немало глупостей про казахов, чемпион мира по боксу сказал, что это неправда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует...